мои хорошие всем здравствуйте меня зовут светлана и я рада вас приветствовать на канале который посвящен вязанию спицами и крючком сегодня у нас видео будет из ряда чтобы я надолго не пропадала поэтому я покажу полу готовую работу полуфабрикат процессы планы да и ну там еще с вами поговорим пообсуждаем некоторые темы да посмотрим как это может быть хочется мне платье связать девочки кто на меня в инстаграм подписан видели да я образец более подробно потом поближе покажу образец вот этот показывала да мне хочется начать привязать теплое зимнее платье еще одно но этот на этот раз наверное хочу я его чуть по подлиннее подлиннее чтобы не чуть ниже колено было а прям практически до щиколотки потому что сегодня у нас минус 30 сегодня пятница я сегодня ездила в город и в минус 30 я одевала на себя свое платье мне кстати если я ничего не путаю девочки мне очень вот снежный барс и по-моему ирбис это одно и тоже одна и та же животинка я могу путаться конечно девочки мне предложили несколько названий мне очень понравилось название ирбис вот но это по моему игру это кошатинка то волчица это платьишко ирбис я думаю что вот оно так у меня и будет вот это вот называться потому что прям как-то мне на душу вот это название очень хорошо даже улеглось вот далее пришла к выводу что мне нужно еще одно такое платье потому что совершенно не холодно я сегодня ходила то есть естественно до машины и из машины выходила там дела у меня были да и совершенно совершенно не было холодно и это конечно же меня порадовало так девочки я даже не знаю с чего тут начать да то есть вам тут и образец положила давайте шапки начнем опять-таки в instagram я выкладывала как я назвала фото на коленке а вернее на диване да так все тут у меня как-то вот так взяла две ниточки я же говорила да что у меня мама наджала мою серую шапулю ну не страшно абсолютно поэтому взяла две ниточки лана gold fine этот который 0 1 оттенок молочный и ализе натурель 55 оттенок белый то есть я соединила вот эти две ниточки вот и собственно говоря у меня получилась шапочка да кстати еще небольшая оговорочка девочки я рабочий стол и некоторые принадлежности перенесла в мастерскую я снимаю у нас сейчас время без 10 11 5 5 черветница вот что это такое да догадайтесь я хотел сказать вечер пятницы как-то так вечер пятница заметно вот язык уже еле ворочается я перенесла все в мастерскую роман укладывает малыша я думаю что может быть уже спит а может быть и нет оно всяко бывает у нас по-разному вот и собственно говоря вот в мастерской с освещением получше здесь я решила отснять видео в нашей мастерской так все вот эти две ниточки соединила получилась шапуля она немножечко влажная немножко влажная то есть она ну наверное еще завтра денечек полежит девочки очень нравится мне ниточка натурель от ализе вот этот пушок он вот он весь абсолютно для меня не колется нигде очень мягко очень мягкая шапуля шапуля тоже ушастая вот точно такие же косички я же говорю один в один как серую себе вязала один в один здесь кстати видно макушку да можно будет посмотреть достаточно аккуратно получилось но единственное что я брала другие спицы и соответственно другую ниточку вот помпошку я еще сделаю я этого еще ничего ничего не делала я ее только постирала постиралась она у меня вчера то есть она вчера полдня лежала на батареи до рядышком с батареи там на подоконнике и сегодня практически весь день я ее вывернула на себя я ее примерила она чуть поменьше в объеме я брала у меня здесь спицы ой какие же у меня спицы четыре с половиной девочки четыре с половиной чагу и да по-моему четыре с половиной чагу и я набирала здесь семьдесят восемь петель то есть семьдесят девятая была для того чтобы сомкнуть в круг вязание да то есть с отворотом вязала ну она очень мягкая ну вот я же говорю вот мягкость придает вот казалось бы а вначале ее это она трогаешь вот эту ниточку она прям жесткая двести тридцать метров на сто грамм вот видите что еще осталось этого достаточно будет на конечно же на помпошки еще я думаю останется ну а здесь триста девяносто метров и тут прям такой нормальный еще такой недомоточек остался да вот в общем это то что вот осталось у меня отвязание вот этой одной шапочке вверх у меня получилось этот ворота 31 или 32 ряда не помню в каком закрывала вот она более скажем так по голове села для меня конечно странно у меня все шапки были в основном темные либо ярко-красные а здесь вот такой молочный оттенок и ну в принципе она мне неплохо но у меня вот таких светлых оттенков не было никогда никогда вот поэтому ну буду носить с курткой с темно-синей курткой буду носить вот только шерстинки тут всякие убирать приходится но это не страшно в общем девочки ну такая я не могу сказать что это готовая работа потому что еще помпошки нужны да опять-таки тоже на кончики ушек да и на макушку помпошка нужна поэтому буду смотрите опять отгрыз вот этот вот черный хвостатый опять отгрыз ниточка была длиннее но я всегда подлиннее оставляю чтобы было удобно ну заправлять так все ну такую работу я же говорю полу полу готовую работу показала в принципе при желании можно ниточки запрятать и уже ходить но я хочу с помпошками вот поэтому вот эту ниточку я убираю стороночку это я вам показала так дальше что же я вам дальше покажу девочки ну давайте вот наверное вот с этого дела начнем я вот буквально за вчера я вам там показывала я начинала горловиночку да это вот свитер на заказ как я их уже теперь называю таксистки таксистки свитер вот из-за вот этих вот мушек да выглядит как шашечки вот на 90 петель я набирала горловину по поскольку по 11 петель по 11 петель на рукавчики и по 30 петель по 2 петельки на регланную линию и по моему по 30 или по 30 в общем надо считать 90 петель разделить да вот по 30 по моему петель на перед и спинку девочки вот таким вот образом отметила горловин куда краешек там у нашей соседки у томочки не очень такая длинная шея до нормальная шея абсолютно поэтому вот так вот будет это дело выглядеть то есть я пустила из платочной вязки получается здесь 4 рядочка до изнаночный лицевой изнаночный лицевой ну и потом лицевой понятное дело пошло дальше так кстати девочки кто мне писал про напёрстки вот слушайте вот правда я чем больше читаю до комментарии что все-таки нужно что-то брать с открытым пальцем вот с открытым пальцем девчонки я же вот этот примовский то нас и напялила я даже знаю где он у меня здесь или не здесь сейчас я поколупаюсь тут а да вот он ой девчонки одела на палец сейчас нормально или не нормально в общем девочки у меня так вихляется и вот так по двум ниточкам ползает туда-сюда и я мне капец как неудобно я бы сделал так повыше да чтобы вот ну прямо вот так наверху были а он у меня гаденыш такой вот так сползает вниз и понимаете не вообще ну и и мне не удобно и мне неудобно вот цацка и цацка да то есть вот был бы он в общем у меня большой вот так представляете я вчера давай вязать а он вот так вот вихляется у меня крутится что попало делает вот и поэтому я его короче сняла и и вижу как обычно вязала вот так можно еще попробовать как вариант вот который знаете как колечко такая как спиралька намотанная думаю хотя бы ее можно будет регулировать на пальчик подальше одеть а вот это но я не знаю кто это блин придумал так такую муть девчонки ну правда отлично для меня если кто-то вяжет вот с наперстками ради бога да каждому свое как кому как удобно но мне оказалось неудобно а когда его примеряла мне казалось это мне еще надо килограмм на двадцать поправиться еще плюсов ко всему не построите поправиться чтобы у меня вот это дело с меня не спадала но я я не знаю ну в общем ладно шутки шутками общем я его убрала и начала дальше вязать девочки кто меня спрашивал какой узор это просто чередование петелек идет видите как рыжая белая рыжая белая рыжая белая а когда рядочек заканчивается вот здесь я рядочек сзади да вот начала когда рядочек здесь вот перескакивает да там где была белая вот здесь видно вот где видите видите чтобы фокус бы навелось да простите я пальцем да вот где была рыжая стала белая петелька где было били белая стала рыжая ну то есть они в шахматном порядке и вот так вот чередуется и чередуется вот такой очень простой же карт получается я вывязала полностью моточек 155 оттенка я же все у меня идея фикс вывязать вывязать да смешно конечно мне плохо получается вот взяла это уже второй моточек я присоединила миди да супер лана миди там где 170 метров на 100 грамм вот дальше у меня вот он рыжий есть практически полностью я думала его вообще сюда никак не не обозначать но подумала что все таки я вот таким вот образом точно такое же сочетание будет как для роминой мамы стол шатаю как для роминой мамы то есть вот единственное что я вообще если честно я хочу вот этот добавить рубин но добавить его после наверное после рыжего чтобы рыжий вот в этот рубин перешел и чтобы рубинового цвета были рукава потому что вот здесь полтора матка вот это полтора матка вот такого цвета не падать вот двести двенадцатый оттенок но я не знаю хватит не хватит в общем я пока начала вывязывать рыжий вот насколько его хватит да а может быть рыжий потом напущу на два рукава и дальше закончу допустим тем же самым вот как его называют двести двенадцатый да как вот морская волна в общем девочки вижу хочу вывязать все насколько это у меня получится там соседка наша покрупнее поэтому есть свитер в принципе нужно будет побольше сняла я эти как их спицы кубические до решила дать им отдохнуть и перецепила на четыре с половиной чтобы побольше пряжи ушло соответственно я так мне почему-то так думается что возможно и и по возможно и побольше уйдет вот и я взяла спицы четыре с половиной чагу вяжется удобно вот вижу сегодня сегодня еще вот с вами немножечко сейчас поговорю да сколько там получится то что получится сколько в общем я тут сижу немножко это переживаю все таки странно когда малыша еще то я его обычно спать укладываю уложила и пошла спокойно дальше работать а не уложила еще и в мастерскую ушла то есть он там с папой я немножко переживаю как там мои мужчины вообще машине уже вдвоем захрапели а чё бывает такая картина рома в обед допустим ну малого укладывать вот сегодня он приехал да я поехала по делам рома был с малышом и он захрапел вместе с андрюхой андрюха в кроватке они не в кроватке они вдвоем на диване улеглись и вдвоем захрапели ну в общем очень мило это конечно смотрится но вот тем не менее ну ладно это все лирика это живы будут в общем-то нормально все вот и поэтому вижу вот девочки вижу это мой процесс над которым я сейчас работаю мне нравится жаккард попробовал иззади аж говорю наперстком его так и оставила думаю нехай себе лежит есть пить не просит девчонки правда написали игрушку до цацка вот цацку купила цацка лежит все цацку купила цацка лежит попробовала не зашло так придавила корзинкой пытаюсь пододвинуть девочки кто на меня подписан instagram я там стараюсь сейчас почаще выкладывать видео да и я тут видите раненая сейчас расскажу коротко вот вот такой образец несколько штучек было остальные как-то они не очень красиво их не стал выкладывать это я ни в коем случае не для расчетов нет нет это просто для скажем так для цветового соотношения то есть чтобы понимать как это будет смотреться здесь три ниточки беленькая дымчатая такая серенькая да вот серенькая посерединке и вот это вот цвет джинс лана голд симли я моток не взяла мне рома его достал с верхотуры я его оставила на короче на это на крышку санок положили на крышу вот я благополучно забыла в общем беленький беленькие девочки это вот это 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 кидмохер на полиамиде ну конечно коралл не отсюда этикетка вернее конус не отсюда написано цвет коралл ну ну в общем белый белый цвет это я опять-таки покупала в магазине азбука вязания девочки кто я стараюсь конечно да но у меня не всегда есть возможность зайти в интернет набрать в поисковике азбука вязания зайти на сайт скопировать ссылку и отправить девочки наберите самостоятельно кому интересно я ссылку на этот магазин не оставляю потому что ну как то я честно я про него и так в видео говорю поэтому от азбука вязания там продается пряжа бобинками я там вот брала италию вот эту белую красную я брала там пинский акрил и я брала там киргизию то есть и буду брать есть этот магазин в новосибирске в барнауле насколько мне известно и в москве интернет-магазин азбука вязания тоже до посылочки там интернете переходите он там самый первый по моему стоит сразу же в поисковике да вот и они отправляют отмота там нет то есть там есть бобинки продают только бобинками и они отправляют почта россии поэтому кому интересно можете зайти посмотреть вот поэтому вот это дело я тоже покупала в азбуке вязания и я подумал о том что я не хочу ниточку вот эту в две нитки она и так две скручена уже да вот как знаете наподобие но я сейчас тут вот кончик раздербаню да наподобие вот ровничного типа вот еще бы фокус бы поймать где-нибудь оп тадам не тадам нет девочки в общем вы меня поняли да вот ровничного типа вот такая вот ниточка и она просто вот слегонца скручена в две ниточки поэтому ну соотношение не помню это надо смотреть на на сайте или в накладной но это я уже покупала давно поэтому я просто помню что такие дмахер на поле и миде все больше я больше ничего не больше ничего не помню про эту ниточку ну вот в общем ладно я девочки связала вот такой вот образец спицы я возьму чагу номер пять не иначе он стиранный этот образец высушенный и мне очень 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 сильно понравилось вот это данное сочетание девчонки мне тоже писали название уже писали да и по поводу того чего они об этом думают в основном девчонкам понравился понравилось вот это сочетание вот и я себе решила связать себе зиме еще одно платье одну только который будет до щиколотки желательно потому что это очень удобно очень комфортно очень тепло прям вообще чудесно я вот взяла спицы это чагу номер пять это то чем я буду вязать это платье то есть она будет достаточно вот это на спицах номер три но знаете как на спицах номер три с половиной это я быстро прям стояла и три ниточки взяла вот эти да и там какие-то спицы какие были под рукой три с половиной я быстренько связала вытягивая петли чтобы не затягивать да чтобы оно было вот такое дырчатое воздушное вот и что и я девочки намотала не побоюсь этого слова вот такой уже клубок здесь я ориентировалась на я скажу на что ориентировалась на моточек ангоры gold ой ну да все правильно ангора gold simli вот это вот лана gold 800 серенькая вот эта дымчатая 348 давайте вот так 348 оттенок известная всем ниточка по составу по метражу вот у меня таких пять моточков и как-то она эти моточки знаете не зашли в плане отдельного какого-то он такой серо-голубой до какого-то отдельного плечевого изделия или чего-либо поэтому я решила что я соединю вот соединила с джинсовым simli из белой италии и вот такой вот большой моток получился вот буду вязать единственное что знаете что не могу до сих пор придумать мне девчонки просили вместе связать мне же говорю мне сложно это сделать я честно вам признаюсь сложно сделать потому что ну как-то надо я даже не могу себе в голове пока это представить как это делать может быть вязать и ну рассказывать что как что вижу как вижу то есть ну что почаще в кадре мелькал допустим это платье я но я не знаю как еще по-другому у меня не боюсь что у меня не получится сесть и прям полноценный от а до я мастер-класс отснять потому что я буду вязать сто сто тысяч лет мне кажется такими темпами потому что ну потому что единственное да что ну времени хватает единственное что вот я еще думаю почему я еще до сих пор не взялась за этот за этот процесс я думаю я хочу себе платье с горлом я хочу платье с горлом себе на зиму ниточка то есть полотно получается такой знаете достаточно объемная достаточно такое пухленькая вот на пятерочке так вообще будет объемно воздушно и я хочу чтобы прям это было высоко-высокое горло с отворотом и вот я не знаю то ли это вот круглую кокетку делать но у меня вроде как из киргизии начала вязать себе да на круглой кокетке вот либо круглую кокетку делать сложно китлевкой попробовать чтобы действительно не разъезжалась то есть но горлышко не сползал на плечи сюда да либо все-таки выбрать какую-нибудь красивую линию реглана с какими-нибудь лепесточками или каким-нибудь ажуром я не знаю что нибудь такое и все-таки отвязать уже с регланными линиями реглан сверху да и дальше вязать ну платье да платье вниз и может быть взять на регланной линии листочки каким-нибудь красивый и потом понесу понизу прям в самом низу на рукавах и внизу да и на юбке на самой пустить понизу тоже такие вот ну такой же узор как будет на регланных линиях посмотрю хочется вот цвет очень красивый получился мне он нравится такой вот он ну правильно девчонки говорят прям зимний зимний да вот такой какой-то искрящийся вот этот ненавязчивый люрекс его он тоже голубой поэтому его ведь он как поблескивает легонечко легонечко и он не яркий не 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 мультика цветной да вот который там разные цвета как лужа бензина а вот именно вот он голубой оттенок и только так вот мне кажется это очень красиво очень так как-то ну ну мне кажется неплохой получился вариант и вот хочется ой шатая штатив мне хочется сделать какой-то акцент акцент возможно это действительно будет вот возможно это будет акцент какой-то определенный но я еще подумаю вот пока я пока я думаю в общем то обмозговываю себе полностью модель я пока не берусь вязать единственное в чем я точно уверен что это будет горло что это будет горло с отворотом поэтому это можно будет запросто начинать вязать вот девочки какое-то такое сегодня видео вам показала готовую не готовую работу показала вам чем я сейчас работаю планы да и собственно говоря наверное на этом буду закупляться все-таки пойду и смотреть чего там мужчины мои спят не спят вот сегодня был такой долгий день и ну наверно последок помните я вам говорила про фабию да нам ее сделали артем поменял нам сцепление полностью и даже то что нам до этого ребята меняли и там слесарь в общем-то ну неправильно детали установил скажем так я же говорю я порасстраивалась по этому поводу но решила что расстраиваться больше не буду машина готова машину сегодня забрали и слава богу теперь осталось на папину машину запчасти все пришли поэтому там двигатель капиталится поэтому по крайней мере мы надеемся что до нового года машину заберем и у нас снова в семье станет три рабочих автомобиля не один который бедный на износ как наша пипетка да как фабия вот и что все-таки будем есть но сегодня по крайней мере уже на двух автомобилях на двух автомобилях полегче да родители на пипетке приехали домой с работы а я по делам поехала на цивике поэтому как-то вот попроще конечно смущает немножечко разобранная панель но это ничего страшного мы купили шкурку 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 где-то я сейчас даже покажу а нет не покажу у рома она на месте лежит вот купили шкурку мне так знаете мне так интересно в в этой в мастерской сижу да у нас тут все и машинка и стол раскроечный и лобовик лежит вы знаете так это ну по крайней мере стало светло стало светло стены белые как-нибудь вам покажу девочки я покажу как-нибудь нашу мастерскую мы ее тут уже до ума доведем потому что у меня такие всякие мысли есть по оформлению стены все такое я же понимаю что это квартира поэтому собственно говоря из нее тут сильно-то прям в полно как в полном объеме мастерскую не сделаешь но тем не менее все равно какие-то элементы зачем элемент у нас практически все уже стоит как надо элементы вот но все равно тут еще до ума доведем и я вам по крайней мере лобовик хотел хотя бы убрать да чтобы он тут нам не мельтешил вот и покажу вам то где мы будем работать если получится у меня здесь организовать у меня есть такие планы да свой рукодельный уголок с диванчиком со столиком с ноутбуком до чтобы все это было уютно спокойно можно было оставить и не бояться что андрюшка подойдет и не приведи господь возьмет нам спицы или еще какой-то другой инструмент чтобы вот не было таких переживаний можно будет вечерами ну точно так же приходить сюда и работать по факту вот вот здесь девочки вот прям вот здесь откуда пальцы на своем показывает да в этой стороне вот тут стена да и за этой стеной спит малыш то есть вот прямо это прям совсем рядышком на одной площадке поэтому поэтому не так страшно да пришел поработал потом мастерскую закрыл и пошел спокойненько спать в общем планы какие-то такие девочки скажите мне напишите как новогоднее настроение это присутствует нет уже придумали что будете на стол ставить у меня пока мозг на раскоряку я не знаю у меня кроме оливьешечки ничего в голову не идет я не знаю что с этим делать тут как-то я в пня въехала девчонки подскажите чего может быть какой-то вкусный рецепт салатиков каких-нибудь есть я не знаю простенький таких да на скорую руку потому что единственное чего тут я пока что-то яблоко яблоко и апельсин купили все вот поэтому как-то у нас еще дикие пробки безумные вот это вот предновогодняя суета в городе вообще каждый раз 10 баллов сегодня девочки вы только вдумайтесь я сегодня ездила ну достаточно далеко на другой конец города и я грубо говоря очень грубо вот я живу здесь а мне надо вот сюда вот здесь весь город да мне надо сюда и я чтобы сегодня город я по трассе девочки которые на кемерово на красноярске по трассе объезжала весь город и возвращалась домой вот представьте это конечно да это трэш еще тот то есть ну а что делать в десятибальных пробках там где весь город бордовый просто я не хочу туда не захотела сегодня доехать полтора часа и в принципе я дома поэтому в общем путешествовала сегодня ладно мои хорошие поделитесь какими вкусными рецептами если вдруг они у вас есть я буду вам премного благодарна вот все таки я желаю вам новогоднего настроения девчонки если даже нету снега вообще абсолютная зеленеет трава и птички поют ну и ладно значит оно так и должно быть пусть будет так все равно новый год наряжайте елку живую или искусственную вот у нас искусственная елка живые мне жалко честно признаюсь мне живые жалко не знаю почему а может быть и знаю ну в общем то у нас второй год стоит искусственная елка что касается елки живой я согласна только на елочку из питомника которая в кадушке да ну то есть который там ну который с корешками который растет да то есть вот я только на такое согласно остальное что-то как-то все за как я говорю все за баба и га против вот это про меня вот поэтому елочку нарядили тоже наряжайте елочки украшайте все гирляндами пусть это будут какие-то я не знаю цветные одноцветные сложные простые всякие разные ну хоть как-то прибавляйте себе новогоднего настроения потому что все-таки новогодняя ночь она она как ни крути какая-то волшебная если загадать желание они обязательно исполнится и при этом не надо как это вот принято написать на бумажке потом это схомячить и запить шампанским девчонки за здоровый образ жизни ничего не надо хомячить не надо ничего себе как у всякую в рот пихать просто вот загадайте желание выпить и не знаю чашку чая сока все что угодно да хотя опять-таки каждому своем бокал шампанского не знаю вот поэтому загадывайте желание загадывайте желание искренне от души по-честному они тогда будут сбываться в любом случае вы знаете они даже иногда сбываются так что вы даже этого не замечаете потом вот вы бежите бежите по жизни да какие-то дела 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 а потом останавливайтесь начинаете смотреть назад оказывается это все свершилось то есть вот и бывает и такое в жизни поэтому мои хорошие мечтайте обязательно мечтайте побольше почаще глобальнее масштабнее старайтесь чтобы вот знаете как чтобы не было застоя чтобы не было застоя в эмоциях чтобы не было застоя в душе как то разбавляйте если сложно но собирайте всю волю в кулак как бы не было сложно но тут никто от этого не застрахован да поэтому девочки мальчики мои хорошие мои дорогие пусть у вас все складывается все получается обязательно понимаете обязательно чтобы у вас было все по-вашему так как вам нужно чтобы было здоровье вагон 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 миллион вагонов маленькая тележка и еще маленьких тележек миллион обязательно чтобы настроение было чтобы вот это вот самая гармония была ну понимаете ну что еще хочется сказать тоже вот буквально сегодня встречалась с людьми знаете вот у меня какие-то вот я вот еще о чем так это мысли вслух да поделиться с вами я еще стала замечать то что вот вот начинаю говорить да у себя на канале люди какие-то встречаются в течение дня да вот я с ними разговариваю и замечаю те или иные моменты и мне хочется как-то не знаю ну не то чтобы предостеречь да всех не убережешь это в любом случае у каждого свое мнение и это нормально мы все разные это правильно если бы были все одинаковые было бы ой капец скучно это было бы неинтересно но вот знаете заметила вот сегодня разговаривала с человеком с одним знаете винит всех кроме себя вот все кругом виноваты девчонки в таком состоянии очень тяжело жить очень тяжело жить с ощущением что тебе все должны и обязаны вот по факту мы должны и обязаны сами себе вот мне когда кто-то со стороны говорят ты должна грудь девочки мальчики я никому ничего не должна никому я должна только своим детям и своим родителям да вот когда моя помощь потребуется как дочери вот тогда я буду просто обязана понимаете не то что должна просто обязана вот это да а всем остальным нет никто ничего никому не должен абсолютно никто ничем не обязан понимаете чтобы не было такого вам подарили шоколадку а вы себя чувствуете обязанным человеку ничего подобного ничего подобного поэтому вот работает над собой всегда сложнее чем кому-то сказать вот вы так делаете а так не делать мы же все умные да вот прямо вот прям дом советов а не голова прям целая палата вот заседает вот но так всегда было что кого-то проконтролировать или кому-то указать на что-то всегда было проще чем поработать над собой сам с собой работать это вообще вы знаете самый против самый противный человек на белом свете вот самый противный которым только может быть самый сложный самый капризный самый ленивый самый это я серьезно говорю девчонки это я вот вы понимаете противозина противозина потому что когда я начинаю вот мне что-то нужно делать и меня лень обуревает мне это прям бесить начинает ну что такое кому-то вот сказать так легко да вот ты вот это дело это не делай аж грустные такие умные вот поэтому всегда вот всегда было сложнее договориться с самим собой это это намного сложнее чем договориться с кем-то поэтому девчонки это я это я что это все вот к чему да все это говорю так хочется чтобы мы сами себе вот каждый из нас поменьше проблем создавали своими какими-то вот такими принципием что вот ну я же говорю вот встретиться с человеком и ему плохо живется он болеет плохо живется не потому что там у него там денег нет или еще что-то я не знаю а вот плохо вот морально живется да потому что он считает что ему все должны государство должно там больницы должны институты должны короче все должны понимаете он ничего не должен отдачи никакой да он ничего не должен а ему все должны вот так вот сложно жить сложно вот поэтому упрощаем себе жизнь по максимуму сами стараемся сами все сами делаем сами с собой работаем и тогда как только мир внутри себя будет меняться внутри да тогда будет мир меняться в окружении понимаете это вот еще вот такая штука есть как проекция она же чаще всего то что у нас внутри проецируется на наше окружение на наше на тот наш мир который нас окружает поэтому девчонки хотим улучшить мир кругом вокруг заглядываем себя что-то там есть что мешает убираем и ну я по крайней мере так мне это помогает мне это помогает и захотелось поделиться с вами вот такой сегодня вот такой у нас сегодня с вами видео на вот напишите рецепт прыгаю с темы на темы напишите рецепт девчонки вот всего самого хорошего вам желаю всего самого доброго всего самого наилучшего у меня чудесный замечательный такие вы у меня отзывчивые это очень это очень приятно и знаете вот вы когда вы мне пишите я вот всем напишу вот вернее скажу да вот всем всем кто меня смотрит и вот каждому в отдельности вы мне когда пишите что вы посмотрели видео и улыбнулись или там вязали и улыбались девочки поверьте для меня это очень важные слова которые вы мне пишите значит все делается не зря если вы улыбнулись это хорошо для меня вот когда вы мне такое пишите для меня это пожалуй самое 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 приятное самое важное что вы можете написать одно из да поэтому я буду рада если вы улыбнетесь а если вы улыбнетесь значит настроение ваше стало чуть лучше а если ваше настроение стало чуть лучше значит мир вокруг вас стал чуть лучше вот это очень важно и спасибо вам за вашу искренность за то что вы пишите то что вот на душе то как чувствуете то как видите то как слышите меня спасибо вам огромное я очень рада что у нас девчонки с вами все взаимно залетные конечно птахи тоже бывают но я говорю у меня со стрессоустойчивостью все хорошо меня вывести очень сложно вот из своей колеи выпить это ну нереально практически поэтому спасибо вам спасибо огромное от души все мои хорошие буду с вами на этом прощаться то я вас всех уже заболтала в узбеке да вот с наступающим вас новым годом с наступающим девчонки ура 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 вот еще с вами обязательно увидимся я надеюсь в этом году завтра будет суббота я думаю что завтра выйдет видео сегодня его смонтировать не успею сегодня пятница да завтра суббота вот поэтому я надеюсь что мы еще до нового года с вами увидимся возможно даже лицом к лицу потому что на фоне белой стены с вами посижу пообщаюсь штукатурка этот некоторых местах облезла но это я все объясню и поэтому я думаю что вы меня поймете вот все мои хорошие до самых скорых встреч всех люблю крепко-крепко-крепко обнимаю целую в обе щечки все всем пока пока пока